Доброго дня, друзья! Меня зовут Андрей Лоскович. Сегодня мы будем выкладывать декоративный камень. Вот одно помещение, точнее фасад здания мы уже обложили камнем. Вот смотрится довольно-таки замечательно. Сейчас я вам это покажу и в дальнейшем сложу пару слов вообще об укладке и о трудностях при работе с этим камнем. Камень у нас вот такой. Производитель у нас Rockstone, город Дзержинск, Минская область. Очень приятно, если честно, удивлен. Вот. Камень отличный вообще. По своей структуре очень красивый. Вот. Замечательно вообще выглядит. И цена довольно-таки недорогая, порядка 8 долларов за метр квадратный. Но смотрится вообще прям шикарно. Вот. Результат наш. Рекомендую. Не очень дорогое, но очень красивое решение в отделке. Единственный нюанс, который я заметил при работе с этим камнем, это он бывает иногда очень тоненький, вот в этих вот местах. Вот. И при обработке его он сразу же трескается. Даже при малейшем нажатии он сразу лопает наполовину. Вот. Так что нужно быть очень-очень аккуратным, очень нежным. Вот. Поверхность должна быть идеально, грубо говоря, ровно, без каких-то шероховатостей. Вот. Хорошо у нас отштукатурено. Вот. И тогда в дальнейшем берем гребеночку, самую маленькую, промазываем и клеим. Вот. Заказчик захотел у нас, чтобы была укладка осуществлена без швов. Вот. Ну, изначально было указано заказчику, что камень имеет неровную структуру. Вот. Он кое-где вогнутый, кое-где выпуклый, кое-где мостиком и так далее. Потом получаются у нас кое-где вот такие вот небольшие швы. Ну, это совсем маленькие. В общем, в виде они незаметны, но смотрятся отлично. И еще как бы был один нюанс при укладке, то, что заказчик не захотел выкладывать камень какой-то упорядоченной, скажем так, как вот на стендах, допустим, выложено черное в одну сторону, там, красное в другую и так далее. Вот. Он захотел в хаотичном порядке, чтобы это все получилось. Ну, вот. Как бы у нас результат. Так, забыл, я упомяну, что при работе с данным камнем, если попадает раствор какой-то, либо клей на камешек, это дело нужно изначально сразу же убирать, то есть убираем кистью. Вот. Мокро ждем немножко, пока камешек подсохнет. Протираем сухой кистью и остатки в дальнейшем убираем вот влажной вот такой вот кисточкой. Это все дело сразу начисто затираем, потому что потом, когда это все дело подсохнет у нас, вот. Будут трудности при оттирании. Вот. Ну, элементы стараемся запилить примерно таким вот образом. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok